Всем привет! Сегодня мы приехали в город Удь или Лодь. Мы приехали на такую станцию Лодь-Хойны, потому что на другие станции... Они все равно все не центральные, потому что на центральную станцию очень сложно доехать из Кракова, потому что там она тупиковая, а все остальные проездом, и поэтому было удобнее выйти вот здесь. Зато мы сразу ощутили колорит этого города. Этот город развивался, когда была высокая индустриализация, и очень много здесь заводов было, и промышленности, и производства. И город по-прежнему сохраняет за собой это звание. И можно наблюдать на заднем плане, как там такая машина грузит контейнеры с китайскими иероглифами. Сейчас мы направляемся в сторону центра, идем через окраины города. Окрайины города, как и во всем мире, представляют собой многоэтажные дома, но движение организовано аккуратно. Здесь сделано такое кольцо большое. Круговое движение очень популярно в Европе. Сразу же мы увидели, что здесь есть трамваи. Они идут прямо до остановки поездов и электричек. Такое ощущение, что в Лодзи ходит узкоколейка. Трамвай другой модификации. Но ходит все равно тихо. Тут набрели на такой современный костел. Интересная форма у него. Купола с палками. В общем, интересная форма. Что мы заметили в Лодзи? Это то, что у них очень любят расписывать стены. Вот, например, такая интересная роспись бренд Маура. А еще у них очень любят граффити. Даже магазины себе вывески делают в виде граффити. На окраинах очень много граффити. Современные здания здесь соседствуют со старыми каменицами. Такие вот... Архитектурный контраст. Старые фабрики здесь, я так понимаю, обновляют, строят новые производственные помещения. Скорее, офисные здания. Не, не обязательно. Вот это может быть фабричные новые здания. Это старые фабричные здания. И такие здесь классные кирпичные промышленные здания. Новый трамвай в Лодзи похожий чем-то на швейцарские трамваи. С такой узкой мордой. В Цюрихе, по-моему, были такие узкоколейные трамваи. Интересное сочетание старых заводских построек. Построек. ТЭЦ на заднем плане. Еще какие-то заводские постройки. А вдалеке виднеются красивые костелы и едет современный трамвай. Милый парк. Имени Владислава Реймонта. А кто это? Писатель. Он даже премию Нобелевскую по литературе получил. Где-то в начале века. Году, может, 20-м. Ну, не помню. Да, приятный такой парк. Тут мы заметили конструктивистское здание. Неожиданно. Там девочка за мольбертом рисует. Мы подошли поближе к этому зданию. Это парафия. Эвангелистско-Аугустско. В общем, костел... Святого Матеуша. Святого Матеуша в Лодзе. В Лодзе также есть прокат велосипедов. Много станций. Мы уже прошли. И можно здесь взять велосипед, покататься по городу. Или использовать его как общественный транспорт. Следующий на нашем пути собор. Это Архи-Катедра. Ну, то есть, наверное, это самый главный собор города. Имени... Кого там Костки? Станислава Костки. Наверное, католический святой. Чем известен? Мы, как всегда, не знаем. Ну, в общем-то, очень интересное здание для нас. Потому что в Кракове больше красно-кирпичных костелов. А здесь вот такой вот светлый, желтый. Очень приятный. И, конечно, красивые эти готические розы, витражи. Здорово. Мы бы, наверное, пошли внутрь, но там как бы идет служба. Мы уже где-то полчаса идем по улице Петраковской. И эта улица, говорят, самая длинная в Европе. Она 4 километра. Вот с лишним. Она такая прямая, длинная. И дальше она переходит в пешеходную в центре города. Тут мы набрели такое интересное место. Здесь Петраковска 217. 217 это такие кафешки хипстерские, фудмаркет так называемый. И вот тут есть интересная стена, где написано, что люди хотят сделать перед тем, как они умрут. Если... Я люблю польшу. О, кто-то написал изучить польский. Хочет перед тем, как он умрет. Кто-то написал найти любовь. Тут вот люди пишут, что хотят пробежать марафон в Новом Йорке, в Нью-Йорке. И поехать до Стануф. Это значит поехать в Соединенные Штаты Америки. Да, это... Кто-то хочет написать книгу. Кто-то хочет написать книгу. В общем, многое, что люди хотят. Идем посмотрим на фудмаркет Петровска 217. Тут недалеко от центра такие классные кафешки, клуб вино, all-stars. Интересные кофейни и бары. На дальнем плане видно, что там построены новые апартаменты. Или это офисные здания, или жилые дома. Непонятно, но здесь очень мило. Идем попробуем кофе здесь. Или крафтовое пиво. Мы зашли выпить кофе в такое очень классное место, которое называется... Швальня Смаков. Швальня Смаков. Здесь интересное оформление такого в стиле лофт. Еще... Классный кофе. Вкусный. Вкусный тортик. И смешной пароль от Wi-Fi. Пароль от Wi-Fi мамы пышны часто. Что значит? У нас вкусные тортики. Сходили мы в кино. Кинотеатр называется Чарли. И находится в одном здании с местным отделом польского Красного Креста. Что очень интересно у нас получилось. Потому что мы смотрели как раз фильм, который называется «Ботокс». И он был про медицину, про острые социальные проблемы, в том числе про проблемы абортов. В общем, поляки оказалось, что в принципе не боятся снимать о современности своей. Потому что действительно тема это материнство и детство здесь играет очень ярко. Поэтому, если кто-то интересуется этой проблемой, советуем посмотреть фильм. Называется «Ботокс». Да, фильм очень... Реалистичный. Да, там настолько остро социальные проблемы подняты. И настолько он снят неординарно, на мой взгляд. То есть режиссер не боялся вообще ничего показать. По-другому нельзя никак говорить о жизни. Ну и тех социальных проблемах, которые есть. И на мой взгляд это очень круто, что так это показано. И сказано, а мы продолжаем гулять по Лудзе. Такой торговый центр с утварью для дома. А на заднем плане многоэтажки такие интересные, с такими блоками наверху. Здесь в центре, где пересекается улица Петрковска с главным проспектом, такой транспортный хаб, трамвайные остановки, которые, наверное, разъезжаются во все концы города. Да, вон там прямо начинается пешеходная часть, по которой мы сейчас пойдем. Мы сейчас находимся на пересечении улицы Рузвельта и Петрковской. Интересное соседство конструктивистских домов, отремонтированных таких, приведенных в хорошее состояние. И домов, не знаю, в какой эпохе, но... Освенничков таких, купеческих. Да, да, с балкончиками такие, с завитушками. Очень прикольно живо, с магазинами и кафешками. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Луць фабрично Это новый вокзал, который строят Здесь до сих пор остались краны Здесь, наверное, строят новое офисное здание Здесь транспортная развязка Трамвай, дома такие В общем, там подземный вокзал, где поезда приходят Мы сейчас туда пойдем, посмотрим Это, если вы не знаете, то это фраза из фильма Про Лодь давным-давно Был такой старый польский фильм Где человек приезжает на вокзал в Лодь И подскальзывается Потому что там лужа, грязь и так далее А теперь, если посмотреть на Лодь Можно увидеть, насколько изменился город Сколько денег вложили И как приятно здесь прогуляться И как он изменился Вот такой вот Размах теперь здесь В общем, город улучшается Многие говорили, что в Лодзе делать нечего вообще Город ни о чем Но нам очень нравится Потому что видно, насколько сильно изменился этот город Если посмотреть старые фильмы Мы тут набрели недалеко от Лодзе Фабричной На православный храм Это написано Церковь Александра Невского Церковь Александра Невского Прикольная такая Без супер позолоты С синими куполами Но золотыми Как бы полосочками Я не знаю Я первый раз такую вижу Православную церковь Очень красивая Мы заметили, что в Лодзе Очень много расписанных брендмауров По-моему, они Зовут иностранных художников Расписывать эти брендмауры И на некоторые даже подписано Кто автор Главная достопримечательность города Это та самая пешеходная улица В которой мы продолжаем идти И вот очередной участок Отмечен такой интересной инсталляцией Мы так понимаем, что это выполнено Такие что-то типа осиных ульев Но из пластиковых стаканчиков Тут, свернув с улицы Мы набрели на такой переулочек Полностью сделанный из стекла Это... Что это я говорил Пассаж какой-то Рузи А, пассаж Ружи Янковский И здесь больница Вот мы пришли В начало улицы Петрковской И тут костел Святого Духа Заслава И тут музеи Такая гигантская ронда Где можно приехать, развернуться Трамвай Интересная архитектура Какая-то даже современная А на главной площади Тут, в начале улицы Есть монумент В Вашингтону и Костюшка Которые жмут друг другу руку И вот он, собственно, сам монумент Костюшка Мы, мне кажется, в Детройте Видели тоже памятник Костюшке Итак, под звуки барабанных дробей Мы на площади вольности То есть свободы Обещаем о наших впечатлениях о Лодзе Да, Лодзе нам очень понравилось Казалось, что этот Нам все говорили В этом городе делать нечего Тут ничего интересного А нам понравилось По крайней мере, один туристический день Мне кажется, здесь вполне можно провести Тем более мы не ходили ни в какие музеи Хотя они нам попадались То есть вполне возможно, что можно было и посетить Например, вот сейчас камера стоит на парапете В ходе подземной музеи Да, под этой площадью В общем, интересно Надо будет еще изучить кинематограф польский на тему И все-таки узнать Как Костюшек оказался в Стану с Едначенов, то бишь США И что он там вообще забыл Что он там делал Да, да Ну а сейчас отправляемся В сторону вокзала В сторону вокзала Мы решили прогуляться еще чуть-чуть дальше Там стеклянные олени Мы решили прогуляться немного дальше Через парк Старомейский И выйти на Старый рынок Все-таки посмотреть Есть ли у Луди Старая рыночная площадь Потому что во всех польских городах Обычно она есть Идем смотреть Вот мы и дошли до Старого рынка Ничего впечатляющего Скорее всего потому, что Здесь Старый рынок находится в таких старых домах С галереями И никто почти не организовывает здесь кафешки Площадь только имеет большую такую Как это называется? Инсталляцию Такую Про отечество Про ойчизну Ну, в общем Патриотической направленности В общем А так Старый рынок Не такой красивый Скажем, как в крае Ну, да-да-да Тут мы шли-шли И вышли Еще к одному костелу Святой Терезы Тут Меняют асфальт Как видно, что У них под асфальтом Брусчатка Снимают верхний слой Кладут новый Тут офисное здание Вот поближе Здесь в субботу свадьба Мы приехали на станцию Лодзь-Хойной А хотим уехать со станции Лодзь-Видзев Видзев Это такой маленький городок На окраине Лодзи Мы тут пока шли через него Там частные дома Вот лес прошли Тут уже дачи начались И вот мы уже подбираемся к вокзалу Вон там вокзал И здесь такая Я бы сказал Одинцова В Московской области Ну что ж Мы отъезжаем Уже выезжаем Ждем нашего поезда Чтобы отправиться обратно в Краков Мне как всегда доверена Ответственная миссия Завершающего слова Ну что я могу сказать Мы очень хорошо погуляли Так получилось, что у нас сегодня Была и городская прогулка И Можно сказать Загородная Потому что мы Несколько Пару километров Прошлись практически По девственному лесу Ну относительно девственному Но в целом Впечатления у нас Скорее позитивные Конечно есть Куда развиваться Этому городу Но несомненно Это развитие происходит Потому что Судя по тому Какая здесь инфраструктура Уже как бы Железнодорожная Как здесь ухожено Довольно таки Все в центре В общем-то Очень приятный город Вот как бы провести Один день Прекрасно Прекрасно